здравствуйте дорогие посетители моего канала с вами я елена румянцева и православная певческая школа преображения при храме на крови города екатеринбурга мы продолжаем наши тренировки по развитию музыкального слуха и чтению нот начинаем мы сегодня с тренировки низких мужских голосов перед вами на экране гамма соль мажор по сравнению с тем что мы пели с мужчинами в прошлый раз она была тогда у нас до 5 ступеней и обратно сегодня у нас прибавлено 6 ступенечка верху обратите внимание да вот мы доходим до 6 ступени вот это нотками басового ключа соль мажоре соль ля си до ре ми потом мы спускаемся вниз на пятую ры на четвертую до на третью си дальше 2 ля первая соль тоника да и еще захватываем седьмую снизу что часто встречается мы прошлый раз на пятом уроке говорили об этом часто встречается такой оборот и возврат на первую на первую ступенечку вот такую мелодию мы с вами сейчас будем пропивать но разумеется уже с опережающим слухом то есть я даю настройку а потом только проверочные ноты итак начинаем тоника соль повторить ее голоса соль проверили дальше самостоятельно переходим на ля давайте-ка я вам напомню немножко как будут звучать эти ступени все подряд они немножко чуть-чуть уберу звук вот а теперь самостоятельно соль проверили вернее спели второй раз и проверили я самостоятельно я самостоятельно проверяем си проверили до хочу обратить ваше внимание на то что четвертая ступень в мажорной гамме всегда будет петься немного ниже чем вам бы хотелось возможно ну а когда уже будет хотеться ее спеть правильно тогда просто ее нужно будет поставить точно голосом на свое место вообще по правилам интонирования то есть точного исполнения попадания в звук гаммы в нужный звук по правилам по правилам этим вот четвертая ступень мажора поется низко пока это немножко непонятно но так с опережением вам такой маленький секретик скажу ре ну поскольку у нас был перерыв небольшой напоминаю вам как оно звучит сейчас повторите ре самостоятельно а теперь полностью на не перейдите на шестую без инструмента а вот сейчас проверим вот она ми высокая так а теперь спускаемся ну-ка поворотик сделаем правильно голосом диануре проверили ничего не смущаемся до вниз идем вниз не вверх а вниз си проверили си ля перешли проверили и закрепили сейчас на тонике пока а теперь еще фа диез поем тоже высокая ступенечка рядышком совсем с тоникой и соль вернулись обратно вверх маленький шажочек вот так а теперь все ступени поем подряд называя нотки по одному разу еще разочек соль напоминаю как пишется знак диез в басовом ключе на 4 линеечке что это значит на четвертой то есть вот этот вот промежуточек серединочка как бы косой квадратик ромбик 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 линеечка линеечка и теперь давайте поговорим и и значит смотрите 4 диеза в этой гамме Это фа-диез, это до-диез, это соль-диез и это ре-диез. Сейчас мы с вами увидим, откуда взялись эти диезы. Сейчас мы найдем с вами эту гаммочку. Вот она, ми-мажор. Посмотрите, здесь фишками очень удобно показаны ступеньки гаммы. Вот первая ступень ми. Не забудем, как у нас клавиатура устроена. Если на другой картинке посмотреть, вот доре, а вот это ми. Вот она ми сразу здесь. После двух черных клавиш. Справа двух черных клавиш. Итак, ми. Потом вспомним у нас расстояние между первой и второй ступенечкой в мажорной гамме. Должен быть тон. Вспоминаем, как у нас ходим по тонам, полутонам. Вот это вот полутон. Пробел вот здесь. И еще вверх наискосочек тоже полутон. Вместе у нас будет тон. Но это не просто фа. Вот фа в скобочках, как ориентир стоит. А это фа диез. То есть повышенное, вправо повышение на полтона. Нотка. Итак, ми, фа диез. Потом еще один тон. Соль диез. Потому что вот это просто соль, а вот это будет соль диез. Дальше спускаемся на полтона. Тон, тон, полутон, да? До четвертой. С третьей до четвертой. Здесь у нас будет ля. Потом тон на си. Тон на до диез. То же самое, да? Вот это просто до. Вот это до диез. Вот это ре диез. Тон. Тон. Вот смотрите. Вот раз, раз. Полутон, полутон. Тон, вместе тон. И полутончик на ми. На ми. Заканчиваем от ми до ми. Вот. Продолжаем петь. Уже теперь осмысленно. Давайте найдем те нотки, где у нас поставлены диезы ключевые. То есть рядом с нотками они сейчас не стоят, но читаются. Вот это фа диез. Вот это соль диез. Вот это до диез. А вот это еще будет ре диез. Вот четыре диеза. Приготовились. Значит, сейчас у нас тоника ми. Ми. Поем вместе ми. Ми. Это чуть повыше, да, чем мы пели, даже весьма повыше, чем пели от соль. Но мужские голоса, например, баритоны, спокойно в этом месте могут петь. Да, тенора. Так что практически для всех голосов, ну и, в общем-то, и басы тоже. Не будем сейчас так делить вас. Потому что обычно начинающие певцы, громко сказано пока, да, певцы, начинающие музыканты, не очень-то различают свои голоса. Да, да, и к тому же они, если будете заниматься потом специально вокалом, они будут меняться, возможно. То есть будет казаться сначала, что один певческий голос, потом окажется совершенно другой. Это в порядке вещей, это возможно. Конечно, бас в сопрано не превратится, но внутри мужских голосов бывают вот такие вот любопытные трансформации. Ну, так же, как, в принципе, и женских. Вот, поэтому сейчас такое деление лишь условное. Мы поем негромко пока, мы стараемся просто попадать в ноточки. То есть мы развиваем пока свой слух, а не голос. Это развитие слуха, не забываем, да, но чтобы голос наш не пострадал от неправильного пения, поем тихонечко, вот, не голосим. Вот, а поем тихонько. Если мы здесь попадаем, если нам здесь удобно петь, если нам у нас горло не перехватывает от неудобства, значит, можем здесь, в этом месте пропевать. Если же нам неудобно, ищите ту тренировку, где вам будет удобно. Специально поэтому тренировка в разных регистрах, от разных ноточек. Итак, от ми. Повторили ми. Дальше. Фа диез самостоятельно. Вспоминаем, как звучит переход от первой ко второй. Я вам не проигрывала все нотки ми-мажора, но звучание мажорной гаммы очень похоже от разных нот. Меняется лишь колорит, а сама мажорная гамма не меняется. То есть расстояние то же самое. Проверим. Вот, фа диез. Соль диез. Проверили. Ля полутончик. Не забудем, что низко. Полутон ля. Си. А вот теперь высокая нотка. Если кому-то трудно ее спеть, сделайте голос более острым, тонким. Си проверили. Обратно пошли. Не забываем менять направление. Диезы называем. Соль диез. Фа диез. Ми-тоника. А сейчас вниз. Ре диез. Давайте помогу вам. А теперь повторили самостоятельно. Проверили. И тоника ми. Где она тоника? Ну-ка найдите ее. Вот она тоника. Молодцы. Сейчас будут тренироваться женские голоса. В прошлый раз мы с женскими голосами пропевали довольно высокую гамму соль мажор. Сейчас попоем низко. А до. 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 А потом чуть пониже, чем от соль. Будет от фа. Последняя наша тренировка сегодня будет от фа первой октавы. Это как раз будет удобно почти всем женским голосам. Итак, пошли. Также вот до настройка. Сейчас бодро, весело все пройдем и закончим наш урок. Самостоятельно. Рэ. Не забываем скрипичный ключ у нас здесь. Ми. Па. Перешли на соль. А вот теперь шестая ступенечка. Ну-ка, как мы ее возьмем? Высоко. Вот. Звонко. Высоко. И обратно пошли. Корректируем. Если что-то не получилось, не переживаем. Включаем тренировочку еще раз. Помогаю. Седьмая. Седьмая. И тоника. До. Тоже поем негромко, а спокойно. Следим за интонированием. И последняя наша тренировка. От фа. В первой октаве. Вот она, тоника фа. Напоминаю, что гамма имеет один бемоль. Вот он, си бемоль. Поэтому нотку мы называем с бемолем. Итак, фа. Повторили. Проверили. Проверили. Дальше. Соль. Ля. Си бемоль. Внимательный. Низкая нотка. А вот теперь высоко поем. Шестую. Вот она какая. Да, вот шестая. Красивая ступенечка. Повторили. Еще разочек. Проверили. И перешли вниз. Переход. Начинающим не всегда просто дается. Проверяем. Си бемоль. Теперь будет у нас третья ступенька. Вот она, третья. Будет петься высоко. Высоко. Третья в мажоре. Всегда интонируется высоко. Четвертая низко. А третья высоко. Вот она, третья. Повторили. Постарались взять звонко. Остренько. Радостно. За счет нее мажор. Ощущается мажором. Соль. Фа. Теперь вниз. Ну, если внимательно слушали предыдущие тренировки, то... Ну-ка, седьмая ступенечка самостоятельно. Высокая тоже ступень. Проверили. Еще раз повторите. Еще раз проверим. Тоника. И тоника. Внимательно попадаем в тонику. Вот она, тоника. Молодцы. Сегодняшний наш урок закончен. Вы узнали о высоких ступенях. Третий. Седьмой. В гамме мажорной. Да, также шестая вверх тоже высокая. Четвертая. Низкая ступенечка. Об остальных расскажу позже. И вообще о том, что такое интонирование. И почему, как это возможно спеть какую-то нотку выше, а какую-то ниже. Так сказать, ля на и в Африке ля. Да, как бы... Как можно по-разному это сделать. А вот, оказывается, можно. И нужно учитывать эти моменты при пропевании ступеней гаммы. То есть при пропевании практически любой мелодии. Также мы с вами получились делать переходы от шестой ступенечки вниз. От седьмой вниз. И обратно на первую ступенечку. Вот. То есть вот эти вот разворотики. И мы уже с вами, смотрите, задействовали все ступени гаммы. От первой до седьмой. Только пока у нас седьмая идет вниз, а не вверх. Что, кстати, как раз даже может быть и труднее и полезней. Всем ангела-хранителя. С вами была Елена Румянцева. До новых встреч.